Здравствуйте, у микрофона Владимир Сметанин. В студии вместе со мной находится Алексей Лопаткин, соучредитель одной из ведущих строительных компаний нашего региона УКС-Авитек. Алексей Михайлович, добрый день. Добрый день. Говорить мы будем о функционировании строительной отрасли на примере организации, которую вы возглавляете. Будем подводить итоги года. Не знаю, как у вас, а у меня абсолютное ощущение дежавю. Помните, как в конце 2020 года мы надеялись на то, что 2021 год принесет изменения в лучшую сторону? Уйдет пандемия, все наладится, и вот проходит год, так сидишь и думаешь, макушку чешешь, а что, в общем-то, изменилось в лучшую сторону? Эта пандемийная повестка, она, на мой взгляд, затмила многие другие темы и некий информационный вакуум, характеренный для сферы строительства. Основное, что мы видим, слышим и читаем, это переселение, строительство школ, детских садов по нацпроектам. О жилищном строительстве, по моему мнению, в последнее время слышно маловато. Думаю, всем известен факт стремительного роста цен на стройматериалы, а с другой стороны, сильно просела покупательская способность. Скажите, Алексей Михайлович, как компания Уксавитек живет и работает в столь непростых условиях? Я думаю, что все организации сегодня, ну, так или иначе, столкнулись с этими вызовами и проблемами, и все пытаются выживать так, как они могут. Нам, может быть, в чем-то проще, потому что у нас был сформирован неплохой задел по объектам, по строительствам домов, и поэтому мы сегодня пока еще нормально функционируем в этом смысле, ну, не пока еще, мы, в принципе, нормально функционируем в этом смысле, ну, и, в общем-то, конечно, на нас тоже влияют и повышение стоимости материалов, и... А можем сейчас прямо назвать точную цифру, которую вы ощутили на себе, насколько в среднем подскочила в цене продукция? Ну, себестоимость строительства, вот, в плане как себестоимость аккуратно сложенных строительных материалов, как мы называем... В стопочку. В стопочку дома. Она выросла примерно на 15 тысяч рублей на сегодняшний день. А в процентном соотношении это? Ну, это примерно, я думаю, 30 процентов. Треть примерно. Да. Ну, то есть 15... от 15 до 20 тысяч в зависимости тоже, ведь, от конструктивных решений, да? Этот показатель, он постепенно повышался в течение всего года или как-то скачкообразно? Нет, он как-то резко во второй половине... Во второй половине, да? Да, резко во второй половине года так проявился, и, в общем, сейчас мы вот уже просто подводим итоги, мы сами не ожидали такого изменения, и по некоторым проектам, которые у нас, скажем так, мы же сейчас фиксируем цены, это по-новому. Ну, мы чуть позже о конкретных объектах поговорим, да? Да, то есть по некоторым объектам у нас даже получилось, что люди купили по цене практически близкой к себестоимости, то есть вот так, да. Вот фартило, можно сказать. Им повезло, да. Да. Им повезло. Давайте по объектам конкретным пройдемся, которые сейчас в работе у Ксавитек. Это четыре, по-моему, объекта, да, если не ошибаюсь? Ну, на самом деле, по площадкам это две площадки. Это площадка у нас на Филике. Жуковского. Жуковского, да. И площадка в центре, это на улице Горбачева. Горбачева, 18. Да, да, Горбачева, 18, то, что ведется сейчас активная фаза возведения, вот, на остальном пять мы уже приступили к отделке. Вот я говорил вам, да, до начала программы, просто я живу там невдалеке, практически каждый день прохожу мимо и вижу, но я это оцениваю как обыватель. Восьмиэтажка такая очень симпатичная, по сравнению с тем, что ее окружает, безусловно, особенно меня удивили вот эти, как они, ниши, короба под кондиционеры уже сделаны, да, то есть не будет потом вот этого сверления фасада, как это у нас обычно бывает, установки этих всех систем. Ну, мы стараемся сейчас, да, чтобы не пропустить. Там отделка уже идет. Там уже, да, там началась отделка, там мы уже заканчиваем, ну, скоро будем заканчивать, и в начале следующего года, когда растает снег, сделаем благоустройство, я думаю, что да, мы закончим. И мы закончили строительство дома на Менделеево, недалеко от юго-западного рынка. То есть вот те объекты, которые мы строили в этом году активно. Это все разные по своей сути объекты? Вы имеете в виду... По конечной стоимости, затем, квадратного метра, что-то престижное, что-то попрестижнее, да, считается, что-то более близко к бюджетному сегменту? Ну, да, традиционно, конечно, там у нас район АвиТека, это более недорогое жилье. Ну, мы, наверное, все-таки, поскольку мы ведем кирпичное строительство, то, наверное, это ближе все-таки к комфорт-классу. То есть, ну, это не такое... Не суперэкономное. Не такое массовое. На Стальном это, ну, очевидно, там бизнес-класс, и на Горбачева это уже такое премиальное жилье. Премиальное. Да. Там сроки ввода в эксплуатацию, скажем, в 2023 год, да? Да, в 2023 год, но мы будем стараться его основные работы закончить в 2022. А можно поподробнее об этом премиальном объекте, потому что, ну, опять же, возвращаясь к существующим экономическим реалиям, ну, как-то строить объект премиум-класс, причем в исторической части города, тут тебе и через квартал Трифонов монастырь, стадион, трудовые резервы, не боязно это делать, нет? Ну, на самом деле мы 6 лет занимались этим проектом, 6 лет. А с чего начиналось, напомните? А начиналось с деревянных домов, которые там стояли, старые, 1920 года постройки. Ну, вдоль Абрага, вот как раз, да. Да, 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 да. Вот, и очень сложно было как раз разработать всю необходимую документацию, чтобы она, в общем-то, устраивала все контрольные надзорные органы. Мы там два раза ездили в Министерство, в Москву, в Министерство культуры защищать, значит... Это особо охраняемая территория, да? Да, да, то есть у нее не было границ охраны объектов особо охраняемых, то есть мы совместно с нашим Министерством культуры разрабатывали эту документацию, проводили исследования, согласовали ее в Министерство культуры Российской Федерации, то есть это была очень большая работа проведена. Вот, ну и начав с того, что мы начинали этот проект, тогда мы общались очень активно с итальянским архитектором Марио Бонничелли, мы его, то есть мастер-план делал по этому объекту он, в общем-то, и во многом сохранились его предложения, то есть разумеется, что мы дорабатывали уже его там с нашим архитектором, с Павловым Константином Геннадьевичем, но многое сохранилось от тех подходов, там сама форма здания. Европейского архитектора, да? Да, 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 то есть, ну и он, я надеюсь, что он будет выглядеть действительно достойно и только украсит наш город. А возведение началось в этом году как раз, да? Возведение в этом году началось. В выходящем. Да, возвращаясь к вопросу, к подорожавшим стройматериалам, примерно на треть, вы, напомню, сказали. Да, материалы возросли, я думаю, что гораздо больше, чем на треть, а на треть возросла себестоимость. Себестоимость, да. И да, в продолжение этого вопроса как раз-таки хотелось бы вернуться, как удается соблюдать некий баланс, не скакнуть по цене квадратного метра, ведь всем прекрасно понимаем, что строители работают для людей, и людям это надо будет покупать. А где они возьмут денег, если цена будет заоблачная? Как удается соблюдать некий вот прийти от такой? Ну, вы знаете, тут, я думаю, в первую очередь работают законы рынка. Либо можно уйти, не знаю, в супер дешевые материалы, экономить на всем, на чем угодно, но это опять-таки людьми будет воспринято как... Мы как раз постарались избежать такого сценария, там, уйти в супер дешевые материалы, экономить на всем, что возможно, то есть мы все-таки стараемся выдавать достойное качество нашего продукта. Ну, здесь работают законы рынка, то есть мы можем любую, скажем, стоимость поставить, но ведь по какой стоимости у нас купят, по такой стоимости мы и в состоянии продавать, то есть мы без наших покупателей тоже не можем строить. Ну да. Вот, и поэтому тут как бы, ну тут баланс, тут баланс и... Я бы даже сказал, как это, на мой взгляд, тонкая грань какая-то, чтобы не удариться в какую-то противоположность, крайность. Ну, тут, знаете, у нас там пока еще мы не используем динамическое ценообразование, там, как, например, какая-нибудь компания «Победа», когда вы покупаете, можете купить за 2000 билет до Москвы, да, а когда-то, может быть, он стоит там 15 или там еще дороже, 1000 рублей. Ну, это как бы... В зависимости от многих факторов, да. Да, да, факторов много, все влияет на цену. Ну, и как бы мы работаем в рынке, но мы стараемся какие-то, ну, более-менее комфортные условия создавать для наших покупателей. Подчеркну пример. Вот в этом году те, кто у нас покупал квартиры на стальном, и тогда цена была там порядка 60 тысяч рублей на квадратный метр, и это было, ну, вроде бы, как в рынке, ну, и не так дорого. И там сегодня люди могут эти же квартиры перепродать по 80-90 тысяч за квадратный метр. Перепродать. И я думаю, что у них эти квартиры купят, то есть, ну, как будто... А прошло всего лишь несколько месяцев. Прошло несколько месяцев, да. Вот как раз к людям мы перешли, на мой взгляд, люди-то все равно, да, остаются людьми, в том плане, что им хочется и жить в комфортных условиях, и обновить свои квадратные метры, да, уютная детская площадка во дворе, парковка автомобильная и так далее. Как изменился вообще портрет покупателя квартир на протяжении последнего времени, последних месяцев, новые запросы появились? Или, например, люди ужались, вот только нам, только самое основное, никаких излишеств, никаких дополнительных опций. Перемены произошли в этом плане? Труднее вообще стало общаться с клиентами? Клиенты разные. Клиенты с каждым годом становятся все более требовательными. Требовательными к внешнему виду здания, требовательными к инфраструктуре, к детским площадкам, к внешнему виду подъездов. Ну, вот ко всем тем факторам, да, которые, скажем, отличают современное жилье качественное от того, что когда-то раньше строилось. Понятие такое, качество жизни, да, человеку современному хочется, чтобы глаз радовался. То есть уже нужна и парковка, там как минимум одно машиноместо на квартиру. И желательно, если это бизнес или премиальный класс, чтобы это была подземная парковка, чтобы можно было из нее на лифте подняться к себе на этаж, чтобы были качественные площадки, чтобы было как бы все устяно, чтобы была рядом хорошая инфраструктура, все это как раз и привлекает людей, чтобы покупать у нас или делать выбор между нами и кем-то другим. Сильно ли приходится напрягать силы, чтобы соответствовать этим возрастающим требованиям? Мы, вы знаете, мы сейчас уже вот как бы на постоянной основе, в том числе даже вот в жилье комфорт-класса, мы уже работаем с дизайнерами и по дизайну дворовых пространств, и по дизайну мест общего пользования. А какие там основные моменты закладываются сейчас? Ну то есть, ну если раньше это была просто штукатурка, покраска или просто там даже покраска по кирпичу, ну и плитка там какая-нибудь на пол, какая-нибудь недорогая, то сейчас уже подбираются какие-то акценты, какие-то акцентные стены, какие-то материалы, то есть, чтобы это смотрелось, чтобы освещение было там не просто там светильники там стандартные, там типа ЛПУ, а ну нормальные, хорошие дизайнерские какие-то решения, световые. То есть, ну все, мы стараемся это все делать. А по детским площадкам тоже особые пожелания у покупателей, которые являются родителями и у которых есть маленькие дети? Вы знаете, мы не так давно на улице Подгорной построили две детские площадки, которые сделали крытыми, то есть, они, как бы, они вроде бы на улице, но они закрыты навесом. А я видел, кстати, да, у вас видеопроект был, это он посвящен, да, как раз. Закрыты навесом. Необычно смотреть, да. И вы знаете, очень хорошо отклик это имеет, и мы вот сейчас по Жуковского тоже стараемся, ну будем делать такую площадку с навесом, потому что это там не секрет, что у нас в городе очень много дней с плохой погодой, и когда дети имеют возможность, в том числе и в плохую погоду, поиграть на детской площадке, погулять, там, выгуляться, то, как бы, всем от этого только лучше становится, и все довольны. Мы на этапе строительства там согласовываем и вносим изменения в проект по некоторым перепланировкам, когда это нужно людям, вот, то есть люди уже получают ту планировку, которая им, их будет устраивать, которая им нужна, а не просто мы построили, да, вы там дальше делаете, что хотите, то есть, как бы, мы стараемся на этапе строительства уже удовлетворить людей. Возвращаясь, опять же, к вопросу портрета приобретателя апартаментов от УКС-АвиТек, вот, типичный портрет вашего клиента, это семьи с детьми в основном, это люди обеспеченные, не знаю, люди пожилые, люди молодые, вот, может, какие-то вот отметить моменты. Нет, на самом деле, какого-то типичного покупателя, потому что мы работаем в различных сегментах, и там есть очень много молодых семей, много предпринимателей, разные люди, то есть, очень много среднего возраста покупают, много, вот сейчас, например, на Горбачева, там, я знаю, многие уважаемые люди, там, бизнесмены покупают, покупают для своих детей квартиры там, ну, то есть, дети уже выросли, у них там свои семьи, они помогают, покупают там жилье, чтобы быть недалеко друг от друга, потому что они живут где-то вот в соседних там кварталах, и, в общем, вот такая история. Ну, это район такой довольно застроенный, с такой красивой элитной застройкой район, да. Ну, там живут уважаемые люди, и они имеют возможность у нас кофеить. Да, да, так сложилось исторически, да, что именно. Чем принципиально, кстати, будет отличаться этот объект? Ну, прозвучали слова, вот, комфортное, премиальное жилье, а вот вообще что-то новое для нашего города будет реализовано в этом объекте на Горбачево-18? Новое для города в таком глобальном масштабе. Сложно вам ответить на этот вопрос. Парковка подземная будет? Парковка, разумеется, подземная. Без расчета каждой квартире свое парковочное место. Есть возможность больше парковочных мест на одну квартиру? Есть увеличенные парковочные места, есть парковочные места с кладовками. Разумеется, прямой доступ через лифт в квартиры, разумеется, дизайнерская отделка подъездов, разумеется, значит, хорошая дворовая территория тоже в соответствии с дизайн-проектом построенная, разумеется, огороженная территория. Ну, какие-то такие индивидуальные опции, да, кондиционирование включено, стоимость, значит, индивидуальный подход к электрике, значит, у нас имеется. То есть, некие системы... Ну, вы можете... Умный дом, как это сейчас, да? Да, значит, будут во всех квартирах установлены счетчики с автоматическим подсчетом расхода холодной и горячей воды. То есть, какое удобство это создает для будущих покупателей. Не нужно каждый месяц там лезть, грубо говоря, под ванну, значит, с фонариком... Такое значение там набежало. ...безначение, записать его, передать в управляющую компанию. Это ничего делать не нужно, это все будет формироваться отчет по каждой квартире автоматически, передаваться в управляющую компанию. То есть, это удобно. Также будут, значит, автоматизированы, ну, тоже такие же автоматические счетчики по электроэнергии. То есть, вот, на мой взгляд, это как раз, ну, элементы умного дома, которые действительно создают удобство. От того, что там по хлопку и там как-то свет включается, это, наверное, это такое больше баловство, чем там какая-то реальная польза. Нет, для меня умный дом – это не хлопок, в первую очередь, это возможность заранее, например, запрограммировать вообще всю систему, в которой ты живешь, то есть, чтобы она подстроилась под возвращение тебя домой с работы, да, она включилась свет, традиционеры и так далее. Мы сразу проводим широкополосный интернет. Значит, у нас есть компания, с которой мы сотрудничаем как раз по вот этим системам умного дома, и опционально они уже могут предлагать функции, о которых вы сейчас говорили, то есть, там, какие-то дистанционные управления, там, со смартфона, там, еще какие-то, там, дополнительные функции. Да, это все уже на процессе еще строительства, да, отделки? Смотрите, это… То есть, человек уже заедет в этот уже умный дом или в процессе он будет дополняться этими опциями? Нет, нет, посмотрите, там будет проведена инженерная подготовка для установки всех этих систем, и уже человек может при, там, ремонте, да, то есть, вот, установить эти системы себе. То есть, подобрать себе тот набор функций, который ему, собственно, необходим для жизни, ему, его семье, детям и так далее. Конечно. Я напоминаю, что мы беседуем с Алексеем Лопаткиным, с учредителем компании «Укс АвиТек». Что, Алексей Михайлович, вот наибольшие сложности вызвало в уходящем 2021 году, ну, исключая уже то, о чем мы поговорили, это значительный рост цен на материалы. Связи, возможно, какие-то были нарушены в связи с этими вот этими проблемами. Пришлось в экстренном, в срочном порядке пересматривать договоренности, искать новых, возможно, поставщиков. То, что заставило понервничать. А потом поговорим о хорошем, что порадовало больше всего. Ну, нервничать, наверное, многое заставляет факторов, но, как бы, самое... Что ни день, то сюрпризы, да? Да, что ни день. Но, как бы, самый, да, наверное, такой фактор сложный, это неопределенность у нас сегодня в Кирове во взаимоотношениях с административными органами по поводу новых площадок строительства. То есть, мы готовы к диалогу, мы, как бы, его ждем, но пока он не может состояться. То есть, в результате у нас, как бы, вся работа, она, как бы, стоит на паузе. Ну, я уверен, что представители администрации, они знают о том, что вы готовы к диалогу, но почему-то... Ну, как бы, да... ...это разговора почему-то нам пока не состоялось. Да, используя вашу площадку, то есть, еще раз хочу сказать, что мы готовы к диалогу, то есть, давайте какие-то находить, ну, какие-то компромиссы и продолжать работу уже, та, которая начата для того, чтобы, ну, не остановить у нас строительный комплекс, потому что очень многие компании уже сегодня испытывают сложности с дальнейшими объектами. Проблемы с выстраиванием перспективы возникают, да, что дальше будет, а как дальше работать. Хорошо, а положительные моменты? Жизнь-то все равно продолжается, и, как еще говорили многие специалисты много лет назад, когда возникали всевозможные кризисы, они говорили, что кризис – это еще и время возможностей, да, каких-то новых перспектив и новых горизонтов. Вы чувствуете? Я сейчас на полном серьезе спрашиваю, нисколько не иронизируя по этому поводу, потому что, ну, компания с такой многолетней историей все равно должна представлять, да, куда она будет дальше двигаться, на что она будет делать акценты. Ну, я думаю, что в первую очередь это, конечно, отстраивание своих внутренних процессов, если говорить о каких-то возможностях, которые нам диктует кризис, мы эту работу ведем. Значит, я не думаю, что это там очень интересно, как бы в рамках нашей программы, но… Ну, внутренняя кухня, я понимаю, да. Да, 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 да. Ну, если говорить в масштабах нашего города, ну, мы бы хотели продолжать работать и, в общем-то, строить, и у нас есть и перспективные там объекты комплексной застройки, мы готовы заходить в эти объекты. Важно решить какие-то вот камни преткновения, убрать во взаимоотношениях как раз между строителями и администрацией. На протяжении последнего времени в нашем регионе, да и не только в нашем, во многих субъектах Российской Федерации остро стоит вопрос дольщиков, и вот у нас, как известно, в регионе реализуется этот механизм, когда, да, организации, которые будут достраивать проблемный дом, предоставляется земельный участок. Уксавиток участвует в этой системе? Ну, до сегодняшней поры мы не участвовали, хотя мы… Задумываетесь об этом? Или конкретные шаги уже делаете? Нет, мы рассматривали там, значит, предложения по одному из объектов, но там, как бы, всегда очень много вопросов, значит, по поводу, там, состояния той компании, которая ранее являлась застройщиком, значит, в банкротстве, они находятся не в банкротстве, там, создан ЖСК, или там, значит, фонд, значит, действует уже по реализации прав обманутых дольщиков, там очень всегда много вопросов, как бы, они очень часто бывают такими неявными, вот, ну, поэтому мы, пока мы не участвовали, но, в принципе, мы готовы рассматривать. Ну, там, основной момент, я так понимаю, должна быть финансовая возможность застроить те или иные объекты. И нужно убедить, собственно, в том, что есть эта финансовая возможность, да. Если говорить о планах на ближайшее время, ну, наверное, скрещивать нужно пальцы, чтобы загадывать что-то на 2022 год и более отдаленную перспективу, но все-таки те объекты, которые сейчас в работе, они продолжат оставаться, уже новые, возможно, какие-то... Ну, мы надеемся, что в 2022 году мы все-таки сможем нормально выстраивать планы, действительно, ну, как это всегда раньше, выстраивались и начать работать нормально, ритмично, я бы сказал. Что касается, кстати, штата персонала, занятого в УКС АвиТек, произошли какие-то изменения, возможно, пришлось подужаться, или наоборот, вы кадровый дефицит, кадровый голод испытываете в последнее время? Ну, на самом деле, я знаю, что многие организации из-за того, что из-за определенной... ну, из-за неопределенности вынуждены были сокращать персонал, мы не сокращали, но, наверное, в конце года вот у нас сейчас этот процесс, ну, как бы проходит этот процесс. Мы не хотим, чтобы наши объекты пополняли... Пополнили список проблемных. Список проблемных, да. То есть мы хотим... Трудфуж, что называется. Открытый, чтобы все были довольны. Алексей Михайлович, уже ближе к концу нашей беседы, о хорошем, на позитивной ноте хотелось бы заканчивать. Главный положительный итог или итоги выходящего 2021 года для вас лично, для компании УКС АвиТек, в чем заключается? Наверное, в первую очередь, что у нас хорошая работоспособная команда, которая готова работать, которая хочет работать и может это делать. У нас устойчивое финансовое положение и, в общем-то, на 2022 год мы смотрим уверенно. Надеемся, что проблемы, о которых мы с вами сейчас говорили, у нас в 2022 году наконец-то разрешатся. Ну и мы сможем нормально, спокойно работать на благо нашего города и наших горожан. Я напоминаю, что всю подробную информацию о деятельности, об объектах, об условиях и так далее можно найти на сайте УКС АвиТек. Без труда зайти, посмотреть, почитать, оценить свои возможности. На этом завершаем наш разговор. Алексей Лопаткин, учредитель компании УКС АвиТек. Всего доброго, с наступающим Новым годом, удачи и успехов. Спасибо. Спасибо вас тоже с наступающим Новым годом.